Ну сейчас немножечко давайте о футболе поговорим. Первый большой успех сборной России под руководством нового тренера Черчесова. Товарищеский матч с Ганной закончился победой нашей сборной 1-0. Ну и можно, конечно, поздравить еще сборную Беларуси. Они сыграли в ничью с вице-чемпионами Евро-2016. 0-0 с Францией, согласитесь, все-таки это более значимый результат, чем 1-0 с Ганной. Ну, сначала о России по порядку. Одна из первых игр и успех над Ганской машиной. Это я, конечно, иронизирую. Мы одержали победу. Может, нашим родные трибуны помогли? Я уж не знаю. Матч ведь проходил на московском стадионе «Локомотив». Конечно, родные стены помогают в таких случаях. На 20-й минуте отличился нападающий Краснодара Федор Смолов. Результат 1-0. Ну, а тем временем, действительно, сенсационный матч прошел в белорусском Борисове. Национальная сборная оставила фаворитов отбора на чемпионат мира французов с носом. Вице-чемпионы Европы не смогли забить ни одного гола. В итоге счет 0-0. Тут, наверное, белорусам тоже родные стены помогали. Трибуны стадионов Борисове почти полностью заполнили белорусские фанаты. Французов там практически не было. Ну, и о других матчах поговорим. Матчи в группе А провели Швеция с Голландией и Болгария с Люксембургом. Первым на перебой предрекают выход в финал. Экспорт завершился ничьей 1-1. Неожиданно интригующим получился и матч Болгарии с Люксембургом. Вела попеременно то одна, то вторая команда. Но в итоге буквально на последних минутах Болгарии все-таки удалось вырвать победу со счетом 4-3. Этот матч стал самым результативным за прошедший день. Ну, и нешуточные страсти в группе Б. Там чемпионы Евро 2016 проиграли швейцарцам. Португальцы оправдывают свое поражение со счетом 2-0 тем, что они играли без Криштиану Роналду. Еще и другой звезды не было на поле Рената Санчеша. Вот боевой дух у них и упал. Но португальцы уверены, что еще отыграются.